Кстати говоря, пожалуй, тут, наверное, в моде здесь у Вернстана прозвучало некое предвестие финала. Такое расширение заметное, которое хотелось бы, наверное, побольше. Исполнительская традиция этой симфонии мы услышим как раз в совершенно другом количестве и качестве. Но вот здесь, конечно, невероятное событие для первой части. Вот оно случилось. Еще в большей степени, конечно, предвестие того беспрепятственного, без искусственного канцеленного изложения, связывания шагов и скачков, которое дает центральный момент всей симфонии. Это камерная, такая камерная, в духе камерной музыки камерного ансамбля, вариация финала, заметное слово «флейты». Конечно, это невероятно для симфонии. Хочется спросить, откуда это взялось? Откуда это вдруг? Это, конечно, было подсказано всем ходом работы симфонической строительства, которое драмсы производят на территории, в основном скачков. Всякая секундовая кладка, это, конечно, дается трудно в мелодическом варианте. И вот это случилось как начало симфонии кодовой. Соль-фа-си, соль-фа-дрес-си, соль-фа-дрес-си, далее соль-ля-ля-си, уже как фрагмент самой темы вариации финала. Вот очень важны эти последние такты, первая часть, для того, как дирижер их ритмизует и артикулирует, конечно, зависит все целое. Ну вот, в общем, конечно, то, что мы слышим в исполнении Бернстанина, это более-менее ровный бранс. Традиция, которая установилась во второй половине XX века, и совершенно вытеснила, так сказать, неровного бранса, другого, который, впрочем, оба ведут свое начало из XIX века. Традиция двух ганцев. Ганцев Мпилова и Ганца Вихтера. Оба брансовские дирижеры и оба брансовские. И Мала утверждает, что Брансов, в общем, устраивал любой вариант, любая интерпретация. Ну, так или не так, я думаю, что никто не сможет ни доказать, ни опровергнуть, но очень может быть. А может быть, Бранс на это смотрел так же, как он объяснял, что его вторая мажорная симфония меланхолическая. Я думаю, что это было чистое издевательство для аудитории, так же, как издевательство, это треугольник в третьей части, в этой самой четвертой симфонии. Что он там делает? Ну, понятно, я думаю, что это издевательство. Это такой жест издевки Брансона с евенской публикой над той легковесной музыкой, которая была во всем ходу. Даже, в общем, в адрес любимого имя Ганна Штрауса, мелодическому дару, которого он завидовал, так, по-хорошему. Так вот, якобы Брансу устраивала и традиция равномерного, такого строгого, классического, якобы, исполнения его симфоний. И то, что предлагал Ганс Фон Бюллов. И, конечно, услышать вживую сегодня старую версию этой симфонии, думаю, не представляется возможным. Но вот в записях, в особенности, в записи Фуртвенглера или Леопольда Саковского 1933 года, и в особенности Макса Фидлера, запись 1930 года. Фидлера, ученик Ганса Фон Бюллова. Это вообще большая редкость и настоящее сокровище. Получить буквально версию Ганса Фон Бюллова, записанную в 1932 году. Давайте послушаем. Это невозможно пропустить. Макс Фидлер прожил долгую жизнь, он скончался в 1939 году, вскоре после 80-летия, сильно сдал в последний год. Так что это уже в 1930 году он в возрасте. Но вот эти уроки, которые он брал Ганса Фон Бюллова, они, конечно, сыграли колоссальную роль в его биографии. Кстати говоря, Фидлер ассоциируется именно с Брансом. Кто-то из пользователей на YouTube, под редкой записью Берлинского радио 1937 года, где Фидлер дирижирует свиты из щелунчика Чайковского. Даже воскресает, надо же, Фидлер и не Брамс. Фидлер, дирижирующий не Брамса, а Чайковского. Тоже интересный такой, довольно интересный вариант. Ну а вот все-таки симфония Драмуса. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА